здравствуйте друзья у нас в студии гость гость представляетесь аркадий блюмин эмигрант из украины из харькова 17 лет доблестно сегодня в доблестной америке прославленной америке не жалею ни одного дня не я не моя семья никто куда теперь уж сразу так далеко так вы давайте по порядку будем значит вы это одна фамилия с моей мамы моя мама была врожденная влюмина значит хорошо вы где-то вам лет 75 дай мы говорим да через пару месяцев аркадий через пару лет будет 75 лет шокар мисс пару месяцев чтобы все вот так выглядели когда нам будет 75 лет я уже не говорю о том что многие не доживут но это грустная нота мы ее оставим спасибо да значит теперь я хотел аркаде прийти к нам на канал и так рассказать что потому что очень многие спрашивают вот что что будет с нашими родителями когда они приедут как вообще живут пожилые люди ну вопрос на какие шиши они живут это отдельный там зависимости от ситуации но вот чем заняты и время как они вписываются в страну адаптируются и так далее вот я я на самом деле думал что мы об этом поговорим хотя наверняка мы несколько раз поболтаем это нет не обязательно там за один раз значит давайте мы аркадил черт делаем давайте вы расскажите жизненный путь свой вы где-нибудь года сорокового до 41 41 года войну помните немножко или так нет войну конечно не помню но прекрасно помню послевоенную голодуху вы жили в харькове мы были в эвакуации родились родились вы где родился я городом долина это оренбургская область эвакуации вот эвакуации харьков когда освободили это было 23 августа 43 года где-то через год мы приехали в харьков а вы помните но вы не помните это время потом разрушение много было в карте а ведь бои тяжелые были нет в харькове непосредственно боев почти не было но за харьков были в районе харькова было очень много боев на колоссальный котел да немцы устроили ответ на сталинград не пути вы говорите когда немцы захватили харьков я говорю обратно когда когда харьков освобождали там были большие харьков дважды даже трижды освобождали то есть несколько раз перед несколько раз туда-сюда переходил в руки и в районе борьбенкова это там было немцы сделали колоссальный котел 600 тысяч человек потеряла советская армия это в какие в какой момент это было весна 43 года это уже уже в сорок третьем весна 43 харькова погибло 600 тысяч или в плен попали и плен и погибло тогда ватутин скручен на самолет и ушли это было тяжелое дело это было очень тяжелое дело гражданское население я лично встречался с гражданскими людьми послали в свое время по молодости на картошку в колхозы да все и попал в тот район и люди которые были там в оккупации очевидцы рассказывали как происходило как это все происходило как просто мясорубка просто абсолютно невозможно было никого не спасти ничего ну пойдем дальше значит это это отдельная тема большая значит образование какое вы получили за спиной харьковский авиационный институт окей а вот такой вопрос можно я значит у нас постоянно знаете но поскольку силу специфики вот людей которых мы там встречаем и и наша тоже история вот мне постоянно говорят ребята которые помоложе мало то что помоложе а даже люди ускажем моего возраста мне 60 говорят михаил что такое рассказываете в ссср никогда не 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 притесняли евреев не было такого чтобы в институты не принимать и так далее вот вы в харькове но вы старше на 15 лет я понимаю что может быть другое время было немножко что-нибудь пару слов буквально 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 я не буду много говорим идет один пример значит харьковский партхозактив городской областной там областной мне запомнилось два выступления выступления двух человек что то есть вы были на партхозактиве да я был на партхозактиве я тогда исполнял обязанности замдиректора одного из небольших заводов города угнетали его понимаешь да угнетали да первое значит что мне что меня потрясло выступал по моему его фамилия иванов это директор харьковского мясокомбината не относится к антисемитизму но потрясающе если он сказал так если бы я знал что у меня за сутки воруется не более 5 тонн мясо и мясо колбан мясных изделий я бы снял охрану пустячок который был очень важен в то время когда в харькове невозможно было купить ничего очереди за забилами курами за какой год примерно ой это 70-е годы начало начало 70-х годов так и так беговые куры это как у нас тут такие а у нас здесь такие фри рейдж которые за приходят да хорошо и было выступлением одним из после него выступал ректор харьковского мединститута на фамилии не помню но какая-то такая сейчас там доска висит на на мединституте памятная доска что он был штолгу ректор тогда очень просто сказал так областной портхозактив люди самые разные конечно юриды тоже есть и фраза которая запомнилась пока я ректор мединститута больше трех процентов евреев не будет проверяю за каждого вот так это с трибуны давайте к вам все-таки вы учились вы учились в харьковском авиационном да это одно из лучших учебных заведений страны на самом деле советской очень известное место у вас лично коснулось что-то знаете лично меня можно наговориться что угодно это может быть проводить право проверять не проверять тут наговорить можно всякое и все значит я только хотел бы сказать вот что в институте вот поток 300 человек поток и у нас уже замечательно можете себе представить в группе у нас глюмин ракадир югорьевич еврей не прятался нигде во всех анкетах еврей многие прятались чтобы не попасть его под это дело вот я привожу дальше лейтис евгений аркадьевич так папа евреем мама еврейка женя русский это не то что его идите сейчас тут я не знаю хорошо еще он был распределен после после окончания института в московске в цаги а потом перешел преподавать в мфте макию ваша судьбой не звук и так вот дальше не хамин марк мне не выскажите то было пять человек но что у меня так вот четыре человека нас четыре человека из трехсот явных явных понимаете что в норме как бьют по морде но из них только один еврей это откровенно это я все остальные ну хорошо то есть трех процентов не было то есть три процента это все-таки было бы там скажем девять человек то есть это в другом месте перевыполняли но хорошо но подождите но все-таки значит может быть они туда не шли может быть они разъезжались по стране вот вы учились в школе вы когда учились школе вы знали что допустим какие-то есть притеснения в момент поступления в институт ну хорошо я вам скажу такую вещь значит то время которое я уже конечно очень хорошо помню и запомнил новое скажешь 60-й год нет батюшка нет 53 год а окей это 2002 год как дело врачей дело врачей дело врачей 53 год товарищ сталин помер значит дело врачей учились мы жили мы на пролетарской окраине тогда сегодня это едва ли не центр города вот кинотеатр победа там было не понимаю была школа вот в классе нас было три человека я и два братика алик и леонид разумский все замечательно но приходили мы собирались возле школы встречались и вместе заходили в класс был такой момент вместе заходили класс стоял рев на нас летали мы бросали свои портфели в угол и отмахивали почему это было за национальное предназначение все тоже пола травли такая ну да ну и стали на за море да да более того я очень хорошо помню другую сцену которая касалась уже только меня лично перерыв вышли в их все выходят из класса все как положено коридоре тут меня уже поджидают и начинают как говорится кулак на кулак в конце концов убегаю и заскочил в учительскую моя классная руководительница маривана по моему я сейчас уже собрать украинский на нас преподавала по моему то что заскочил маривана меня бьют не-не-не-не делайте меня чё здесь уходи уходи и выставляет меня в коридор на под эти кулаки вот ответ на ваши вопросы иллюстрация из моей жизни вот это все-таки детство все-таки в харьковский авиационный институт там там было буквально там не было трех процентов евреев все-таки они просто не поступали или или сыпали на экзамен нет ну сыпали это безусловно сыпали окей ну хорошо движемся дальше но вы все-таки умудрились быть зам директора небольшого пусть небольшого но завода значит это номенклатурная какая-то должность вас должны были брайком партии утвердить вы знаете я не был членом партии так не было членом партии не знаю утверждали меня не утверждали получилось так ну скажем так кто умеет работать тут все равно себя показывает было такое я много времени своей жизни провел на режиме в предприятиях скажем ящик у вас допуск был да конечно у меня после третьего курса у нас добыл допуск у каждого определенного направления институт вот понимаете и когда я по субботам воскресеньем на заводе молтался по болтался по командировкам будет по частям по предприятиям все это не читал все нормально с разрешение руководства завода с разрешением я читал лекции студентам харьковского радиотехникума и автодорожном институте короткий промежуток времени но много такого и вот приглашать меня замдиректора техникум или завода завода ты в рабочее время читаешь так вот у меня разрешение согласован михалович не 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 уходи все или пишешь завод заявление сам или уходи или мы тебя увольняем я просил оставь меня оставьте меня на заводе хоть мастером не не свободен нет . или а то есть он не сказал прекрати читать он сказал у тебя все равно увольняем да мы тебя увольняем все за вопрос закрыт так при том что с разрешения вот есть письменное разрешение которое мне было дано начальником отдела нашего главный так хорошо технолог все а в суд не пойдешь закончилась закончилась тем что я ушел и это как раз волна когда на первые выезды 70 72-го года всем я ребятам рассказывал когда я поступал в институт это был 73 год вот и тогда была такая шуточка не знаю как фариками но в москве вот так была такая хохма что что такое 73 год это не 37 для тех кто пишет справа налево то есть вот в это время было обострение ровно месяц я искал работу знакомые все нет работы конце концов несмотря на то что уже и серьезный опыт очень неважно с помощью друзей товарищей устроился небольшой заводик такой завод металлоизделий вот инженер конструктор то ли второй то ли третьей категории то есть но на уровне молодого специалиста да через год обычно такой поработаешь да и после института ну что я вам скажу через полгода меня ставят начальником техотдела через год нет меньше чем через год меня ставят главным инженером подозревать завод металлопластмасс высказал изделий какая продукция выпускали люстры выпускали обода для колес то есть допуск уже не нужно духовки да товар народного потребления это такая но тем не менее зовут где-то порядка 550 человек хорошо вашей состав да ну я когда стал немножечко оборачиваться уже с точки зрения главный инженер и смотри что происходит начальник тихо делая это одно здесь уже другое здесь право подписи финансовых документов иначе рассмотреть как можно дальше искать как можно быстрее то есть воровское место было и воровского ой воровского а закончилось в авиационном не воровали там на предприятиях да нет воровали везде воровали ну скажем прямо воровали везде воровали но так как тут наглую в открытую это было дошло дело до чего я работаю исполняющим обязанности главный ко мне заходит руководитель одного из подразделений на веревочек на веревочках аркадий мне нужно вот это вот подпиши это папка твоя смотрю пачки денег то есть люди знали чем занимаются да да ну и что я сказал знаешь я сейчас ухожу будет за меня механика результат директора посадили механика посадили кстати этот мужик целый чистый невредимый то есть попал в шарашку такую хорошо давайте так значит все-таки вы в каком-то году уехали в каком восемнадцать лет назад с девяносто восьмом году девяносто восьмом то есть первый вопрос чего вы не уехали например в девяносто первом второй вопрос а чего вообще уехали хорошая хорошая поставка да первое после того когда начались вот эти все перестроечные дела как и все ушел в бизнес и занимался бизнесом в принципе неплохо получается что делали мы делали в основном это была посредническая работа в основном это была посредническая работа причем работа нет не так что купи продай у кого-то нет это было намного серьезнее мы работали западной германии мы работали с швейцарией брали иностранные товары здесь продавались нет 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 интереснее я организовал выставки производства допустим вакуумного оборудования производства швейцарской фирмы потом производства западогерманская фирма здесь в городе и мы привлекали местных товарищей а у кого-то у кого-то были деньги купить валюта было были были люди заинтересовывались вот это одно давайте так вы выпас значит как перестройка началась вас повезло в биг повел в бизнес может быть поэтому вы не уехали в 91 паша думали что сейчас все наладится и можно будет жить да потому что и так шло меня 85 очень тянули ребята многие знакомые выезжали я тогда боялся почему я объясню дело в чем дело в том что когда я уходил с предприятия где много лет проработал вот из ящика до из ящика не начальник нет ни начальника первого дела замдиректора по режиму по моему это не важно важно другое он мне сказал что ты не торопись если хочешь уезжать не торопись уезжать у тебя 10 лет это да а потом можно уехать у вас был допуск первой категории вторая потом можно ехать но ты не забудь у тебя в мозгах вся дислокация просто так тебя не остается и я боялся раньше выезжать честно говоря тогда вот восемьдесят пятые годы не было то и тогда уже массово повалили все но понимаете здесь ситуация сработала опять же из-за меня и против меня вроде бы все пошло ничего приглашен был да вот когда у меня с ногой получилось так на европейскую конференцию конференция изумительная по малому и среднему бизнесу часть в берлине по вторая часть глиль вы ездить начал конечно все это интересно все хорошо что с ногой получилось вы сказали то и получилось ли кратенько так что смогу я был приглашен и вот уже еду вместе со мной еще двое было два по моей рекомендации два директора одного института и проекта института у них были проблемы с оформлением везде скалы ребята я выйду сегодня потому что я уже ездил меня в консульском отделе знают а вы приезжаете завтра и вместе едем берлин все я подхожу к вагону двадцать пятое ноября сколько я не могу сказать что скользко но налить какая-то такая небольшая и вот я поскользнулся и падаю а на перроне стоит гусак знаете вот к ним труба которая подключается шланг чтобы вагоны подавали я вот этим шейкой бедра на это гусак все это стих пошли к развалилась после этого были две операции удачные и так вот следует с этим с этим делом вы путешествуете и поэтому 90 дней с этим уже все уже никуда не поеду вот это происходит девяносто третьем году девяносто пятом году я уже концепция декабре девяносто пятого года а я лежу дома в гипсе вот гипс от бедра не разобрал то есть вы долго были в гипсе да очень долго сняли гипс постойте раз фактически с момента когда вот вы травмировались так вы уже больше бизнесом не занимались тут и дело тут и дело что ребята мне поставили это сейчас никому не удивишь факсом до радиотелефоном как мы так тогда а в харькове тогда это была проблема и мне принесли домой факс не принесли видео вот это и сказали ты будешь у нас диспетчерским пунктом все таким образом я хоть что-то мог зарабатывать и подрабатывать все фактически вам вам инвалидность оформили дали как инвалидность мне было форме инвалидность вообще образ жизни был потрясающий пенсия 17 долларов на пересчете надо за квартиру должны платить 29 то есть не было скидки для варитов а вот давайте такой вопрос между делом то не уходя глубоко вот сегодня задним числом мы смотрим всевозможные сюжеты может быть и вы смотрите вот рассказы о том что творилось там на украине вот в эти годы и как бы не бандюки вот эти вот донецкие там брали власть как они я слушал историю как когда кто к его фамилия перед перед ющенко кто там был перед ющенко кучма кучма вы когда кучма стал президентом значит к его пришли там донецке его рэкетировать на счетчик ставили он там значит к обзору обращался к обзору это значит там разводил это все я просто чему рассказываю что вы в харькове вроде там рядом все вы были в каком-то это было какой-то массово бандитская или можно было просто как-то жить и делать как что-то и елените без этого всего меня бог миловал я как-то от всех этих дел по в стороне может быть вас может быть вас вовремя вынесла оттуда потому что вполне вероятно он невероятно мой далекий родственник был убит и неизвестно где кин когда что хорошо и так я понял значит вы вы повредили ногу значит вы как-то вот существовали но дальше вы поняли что вас привело к иммиграцию а тут родственники были дети что что получилось скажем так семья вся в харькове семья и сейчас нет мы же здесь монтевью жил брат моей супруги близкие родственник это прямое родство до лежатый конечно постольку поскольку я оглядываясь по кругу уже понимал что перспектива 0 если я я уже начал работать сняли меня начал сразу стал исполнительным директором довольно приличная компания фирма такая вот но все равно я видел что путь никуда и было принято решение выезжать при этом хочу сказать сразу подчеркнуть сразу что если многие слышали и повторяют друг за другом что это было так называемая колбасная иммиграция это чушь это пропаганда кгб и не верьте в это не но мы знаем людей у которых мотивы были чисто колбасные мы их знаем они конечно безусловно да но основная масса все-таки нет я объясню почему я или мы к этому еще вернемся ну да на самом деле я вам скажу такую вещь я видел много людей у которых изначально соображения были будут грубо говоря колбасные но оказавшись на месте и поняв то чего нельзя было понять там понимаете мы когда ехали мы не знали сильно что здесь происходит ну понимаешь уже там невозможно оставаться на уже попав сюда люди начали ценить то что есть кроме колбасы это это трудно уже прожить тут там скажем 10-15-20 лет и и так и не понять что есть что-то кроме колбасы это невозможно это бесспорно таком случае я думал это отнесено позже до 2 2 слова немножечко в сторону о колбасности да обе колбасы два слова почему дело в чем дело в том что в 98 я приехал сюда первый год это год становления как раз получил инвалидность очень быстро получишь да очень быстро получил подтвердили без больших проблем я сейчас расскажу что это такое получение инвалидности здесь 99 год я начинаю оглядываться вокруг встречаешься все больше с людьми но вы привыкли семьей дети там да жена дочка внуча мы все вместе это хорошо это очень хорошо то есть по беженской визе побеженской мы приехали но я к чему клоню я клоню к тому что начал организовать встречи читателей газеты кстати с редакцией газеты кстати очень интересная газета нам надо будет может быть мы поговорим поговорим там такие ребята собрались это газета которая в наших условиях в общем-то что трудно для русской прессы она еженедельно дани она еженедельно не раз в неделю делают выпуск и это уже много-много лет да и это я должен сказать тому свидетель сам что в начале по моему если я могу ошибиться ребята меня поправили это было газета выпускалась на 18 листах сейчас на 48 сейчас на 48 я хочу сказать что во главе газеты стоят два таких замечательных человека николай сундеев кули сам поэт сам профессиональный журналист мастер своего дела потрясающе знающий поэзию но хорошо супруга его жанна умница толковейший человек она тестером работает она работа работала да сейчас они вместе уже много лет занимаются газетой ну значит газета стало больше появилась возможность да хорошо молодцы им помогает мама жанна ну не зоро давайте вы давайте с вами да мы к этому принято да вот значит мы приехали когда сюда осмотрелся здесь начал заниматься этим делом конце концов пришел к тому что создал клуб творческого общения я здесь у нас сан-хосе ошибки в это время географически где тоже сан-хосе я всю жизнь позже газета газета в сан-франциско издает газета выходе сан-франциско но она по боере разводится я хочу сказать о том что можете себе представить потенциал клуб творческого общения объем общей всего наверно было человек 100 ничего себе да сейчас не меньше потенциал вы подумайте член корреспондент академии наук академии как советской или советской советской шесть или семь докторов наук полных профессоров он и профессоров что такое полный это и профессор и доктор нам я понял и звание да и наверно человек 15 17 я пытался в разные годы по-разному подходить и считать поэтому могут могут быть разночтения в оценке кандидатов наук советских советских то есть но это люди уже постарше все это люди постарше но эти люди они настолько хорошо обеспечены шай они не думали ехать за колбасой это не то публика и основные в основном люди которые входили в состав клуба и входят состав клуба сожалению многих уже нет это тоже люди с изумительным потенциалом интеллект потрясающий с каждым из них было интересно говорить интересно общаться опять же но вот если все таки если они захотели участвовать в таком клубе это говорит только о том что у них есть потребность неудовлетворенная в общении они ищут какой-то канал где они могли бы реализовать эту потребность потенциал есть а вопрос вот я просто думаю ребята смотрят нас они думают вот я там поеду в сша там через пять лет буду гражданином тут же смогу привести родителей родителям будет там допустим 63 64 например вот как они будут жить ну хорошо год они будут получать там из ритий язык может быть немножко там или что-то в ага есть клуб то есть можно творчески общаться хорошо как дальше до остановлю расстановлю дело в чем дело в том что здесь не должно быть самообмана здесь не должно быть самообмана давать не правду матку почему дело в чем дело в том что хорошо когда встречаются вот такие вот энтузиасты здесь я не говорю что вот я такой хороший нет ничего отнюдь но есть у нас собралась группа людей которые вот пошли вместе я просто их пригласил оказывать содействие и мы пошли мы создали клуб и тут же была создана ассоциация нет ассоциация ветеранов войны было создано намного раньше конечно но она такое существование вела едва едва понимаете а потом почти вскоре после этого пришел встал во главе ассоциации очень энергичный толковый человек тимофей казимиров и он потянул ассоциацию за собой очень авторитетный человек был был там директором огромного строительного треста вот и поэтому здесь у нас создалась вот такая атмосфера точно такая же атмосфера скажем так творческая и интеллектуального развития была создана джурдж комьюнити-центр полуалта да конечно есть тоже здесь буря владимирский он был театральным критиков в питере да 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 но он организовал русскую дирекцию при комьюнити-центр и это стало центром сюда стали люди многие приезжают здесь на самом деле в зоне действия вот этой вот полуалтовской джуки невероятное количество людей из москвы и питера киева минска допустим если скажем сан-франциск там больше может быть одесситов или там из западной украины народ то здесь как раз очень сильный упор на вот интеллигентный такой народ образованный из вот тех мест